я хочу света солнышко дайте мне солнышко я же любитель трэша и вывернуть перевернуть от чернухи до белухи без крайне то есть мне нравится крайняя . то смех и нравится последний это слезы но я бы говорю по-другому что я следую человеческие отходы я ненавижу это слово композиция мечтал просто дыхать до москвы пир библиотеки журнала первые олимпиады это последняя вершина высказывания советского как бы мощного такого на юге нельзя было ходить не только места без галстка в кафе дубленку кожаную куртку или пиджак то что деньги и книги это тайна вечерина вот это для самое важное это караул дик история она родилась приемная у троцкого это крутняк но тоже инсталляции готова конечно за русский друзья привет про дизайн в гостях у саши петлюры в тарусе почему я решился встретиться с сашей петлюрой на самом деле это уникальный человек который мне интересно который смог пронести и вообще несет вот эту идею сохранение старых предметов уважение дизайна и труда старых мастеров через время и подчеркивает уникальность разных предметов одежды разных совершенно объектов в общем надеюсь что беседа получится интересный саша привет здоров мы с тобой вчера видеть до сегодня это для публики я здоров да здоров как это здорово видали поздоровать сказать пожалуйста какая аудитория которую мы рассказываем это кто это это разные абсолютно люди и взрослые и молодежь тогда по молодежному более будем да 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 абсолютно свободно вот как 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 вернемся к тому что чем занимаюсь скажем если я люблю старых мастеров еще я люблю больше абсурдизм шизофрению и нелепость и либо глупость у старых мастеров когда например там я и собираю как бы вещь коллекцион который больше индивидуальны например вещь не вышла на массовое на ширпотребовское сознание потому что вещь настолько но безумно тут их можно много потом показывать и до снять я покажу может у меня все в ящиках как были в москве потому что я собираюсь делать не сделать она мне же есть передать не знаю но скорее все я ищу долго долго кому передать эту коллекцию коллекцию не всю свою а передать отдельно и народное искусство как бы вот это вот есть народное которое ты скажешь старые вещи фабрики завода абрамцев чтоб резали проводили какую-то линию для общего сознания а есть некие мастера который отдельно там якуб редко дорого покупаю на день скупился аукциона например две вещи сделаны в одном из лагерей периода бумага как раз где надзиратель можно как не носит получать удовольствие вот заключенную политического он его прям там это вот окинетский как бы но это либо нет из дерева резной из двух катушек склеенных из липовых и вырезаны две фигурки и дочь и . который произвел влаге на сказал что папа хотел сделать шахматы такие шахматы носили как бы что передать типа офицеры пешки чем дальше там и я не знаю кто бы был там король там есть флореночек в кого-то давечкой кусачки лежали облизывающий кого-то или что-то чего-то но такие вещи меня как бы она нет от чернухи до белухи бескрайней то есть мне нравится крайняя точка это смех и нравится последние это слезы и считаю что собираешь разную амплитуду эмоций это как раз вот именно россия когда вот говорят вот странно русский типа это 40 градусов мороза едят мороженого плюс 40 пьют водку на пляже типа тепло типа горячий типа но это бред это же самое сравнение когда на одной лавочке сидят бабки одна плачет от этого и при этом ты потому знаю что это не те которые плакут умеют когда все плачут она смеются отпевает или богат радуется выход на другой уровень такие вещи просто измеряю семья штырит вот вот штырит вещь просто безумно это из из чего-то сделано непонятно необъяснимо например продолжать семачось возвращаться ему показываю вот купил дениска в комиссионном кофта 1060 году не нужно золотая на чем зашит но чтобы спасти ее и придать виду кто-то взял из черных полиэтиленовых мешков вот так как чешую вырезал полоски и нашу 1 на 1 ему показывают корову через месяца два прихожу не у коллекция женских платьев чешуя такая скажу пошит отвратительно плохо потому что чешую не на спину он кинул а вперед типа на передок на женский где ты подать чешуя не сиськ не пить второй этаж имеется это неинтересно потому что женщина чем и женщина и тут еще закрывать и навешать там где она начала другой наш скажем это вот для меня в собирании как художник там крутой люди в принципе хозяйственный человек и собиратель больше но для меня саш ты все-таки если по небу не который который мы еще вернемся это мисс вселенная альтернативная то для меня ты король мусорок ну она она же тоже я этот проект делает одушевленный уже элементы сказал я до этого брал как бы не душу лен и предметы и с ними работал тут я решил попробовать с одушевленный пример живым человеком и с бомжики подсказал вот миссия тебе даю срок вот мы каждый день репетируешь хочешь на то цену аж уже станет поработаем от моем оденем речи и объездишь весь мир и она лишь про белое облачко про пони брони 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 это поле брони сейчас подпрыгиваться там а то ты скажешь брони 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 и польской еврейские корни и 3 они как-то попали так сюда в россию не знаю всю историю не до конца потому что брони не может рассказать все адекватно не могла расписать рассказать адекватно папа русский летчик мама польская еврейка приехать сюда бабушка с дедушкой где-то не сразу в центре москвы не оказались но потом когда стали формировать имение оливье расселяли в центре москвы вот и туда попала бабушка дедушка когда не добрались и там потом родилась мама потом брони но броня по истории вообще бик история она родилась приемные у троцкого евре как мы ездили на показывал где нам обезли всю москву центр москвы в районе арбата ну где-то было там где-то ездили кстати тогда интернета не было на будет тяжелее мы с телевизием тогда ездили ну вот здесь аж ну где-то играть чё троцкий мамочку поймем что ли ну я мог могу предположить потому что мама у брони было мега красавица и мега стильно когда я показывал фотографии кинорежиссером которым не приходит там ваня дыхающий помню с вадима на чем юсовом пришли елю посмотрите какой персонаж бра брони на мама рисует она сама себе доделал их шляпам шляпа как целую типа такой херни и на там она вырастал откуда букет на голове и и платья просто она пришел к небольшое количество пуговиц это был такой гранщик уже тогда которым они знал это очень безумно много красивых пуговиц или так в ряд кит квадратных они быкны это просто как это обыкновенное платье быкна на фигня становилась просто безумным и она была лидер брони на семье как не броня в отношении с дочерью сколько брони родилась с болезни водобоясь примаханная она таскала с собой нажавши очень красиво по скромнее брони и так локтем толкала берем если сейчас кому-то улыбнешься придем домой я тебе всю крысу отобью крыса понимаешь папа то есть она меня папа же называли саша или папу покрыть мне где ребру ну что такое ну что ты я мне стало понятно что больной задавленный человек который просто я встал и расследовать и говорить ну вот что-то у него в детстве что-то там ну мама у меня учила вышивать вы покажи что-нибудь вы что есть лазили лазили в куче к тараканами заеденных вещах нашли платье вы что цветами елю это ты делал да ну так вот давай мы начнем с этого хотя бы я тебе даю листки маленькие а4 а началось у меня злость на то что они со своим мужем дауном полным клеили с утра до вечера пакетики и за 10 тысяч пакетами давали к ц 10 рублей тем временем или давай по-другому я тебе даю листок ты на нем рисуешь и за каждый листок я тебе даю 10 рублей они с мужем потерли конечно как они красиво поступили это самое самое великое как бы начал мою пути они взяли отлитого такого медведя олимпийского алюминиевого в олимпиадах много приложили на бумагу поскольку на подходе водили обвели карандашом медведь олимпийский пинский учитель владимир абрамович дубнир это муж ученица пронесла внатолье на дубнир год подписан это и цена 10 рублей я все круто кроме вот этой книги будьте кастрюли вводить там за ножки ручки грубить там день все дети мира занимаются когда не умел рисовать вообще то есть нет она только вышивала что делай контуры вводил на цветах и потом они приносят мне вторые уже ты работ не введенной крышки там но и но нарисована крышки кастрюли гурия не об этом грюхать это стиль диких прям абсолютно вот или кабаковской инсталляция сокращена в один листок а потом после ромашки цветочки вокруг а в середине персонаж все с петровского бульвара кто там жил она в это форме что рисовать поскольку одевались караул там ярко и она их рисовала портреты потом она стали когда проходить там цыгаля там бортье него показы он ее стала башню прорвать он стал переворачивать листок и рисовать длину много людей и в разных шизовых костюмах к это сюр и у нее пошло то что они понимают что у них на голове там что что там машина рису там из пластинок костюм конечно ее какой ребенка пробила на какой-то сюрреализм просто в такой среде жила а потом остановить его было нельзя уже вот последняя самая крупная участие выставках то наив но петровка 25 центра современного искусства где она висел вот здесь малевич здесь кандинский после бронина работа дальше перасмане бронина работа . разбросали замешали чтобы зритель пытался понять что наивная что не наивная то есть перасмане вроде помо наив малевич не наив между ними бройная работа такая круто что себе а не банк наивно художницы глядут на бы примаханная художество ну раз уж ты начал говорить про броню как мы добрались за месяц альтернативой вселенной нет 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 почему на белую обувь первые перлы от пани брони белое облачко мисселена самые яркие смешные вот 35 историй первые яркие первые 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 смешные какие-то и и высказывали высказывание бой они в основном все начались я стал записывать тарусе поскольку до сюда перевез на лето естественно летом тут шикардос зимой и естественно последний перед смертью год она жила поскольку у меня я проведу отопление мне уже было тепло были жили у меня мои друзья здесь художники архитекторы и она не могла быть остаться одной я не переживал уже пашень боялся ее одно ставить естественное не невозможно было ставить не оставлял иногда летом даже уезжаешь приходишь полдома какие-то алкашей которого убухать местных это караул и появились какие-то фразочки которая странные истории которые думают невозможно записать у меня так и есть книжечка где-то записи первое от пани брони а первое записал в москве да я нет здесь я приезжаю броню что это такое ты просто в комнате грязище какой подоконник грязный она метка ну не знаю откуда это будет подведут и же с мамой полный мыло в кинотеатре мир работал ты сосканула нет саш я их не мыло или смысле я их протирала и его опять эти еврейские от кого отмазы какие-то записал протирал сниму надо выкрутилась я помню проиграл приезжать этот язык брон у тебя еще хуже в комнату что такое ванище цветы все какие-то принесло все сыпало смотрим уже какие-то бегать мошки мандовушки всего круг прыгать она говорит я говорю ванище жутко ой саш я вчера окно открыла как же вонялась улице так вонял и что но я потом закрыл окно гри причем видно на настало сегодня с улицы у меня в комнате третье которое мне очень нравится не все панка но все равно ты попросил сейчас помню приезжаю сидим за столом по бокам что ты тут галки везде летает и ворона ты знаешь то явление на храм садятся слетать это они реально летят я иногда сам в страну воду летят и как будто либо жрату хотят и они реально тот несет кусок вырвать это что еще а вот вчера дверам вороны летели и разговаривали идут что-то бронесешь но ничего не говорили бит правда саш клянусь богом и вот это не надо вот они летят вот здесь по на дерево вдоль и так одна юрича не говорят одна другой летят и вторая поворачивает ты куда летишь куда я чё вторая это самый самый короткий абсурд такой заш такой неплохо и для хармса даже не плохо и так что для брони какие-то какие-то чтобы еще так вот это вот перекрыла сразу хотя бы это что вспомнить куда туда туда но принципе где-то вот такой абсолютно отмазывание детская но очень или например я приезжаю а у него стол здесь краски фломастер у кого мне пространство было территория именно для создания арта всегда очень такой большой и и у нее такая стопка бумаги здесь чистой здесь стопка нарисованы весь краски я и и сидит и когда я прижал если на сразу лицет ящик типа где же где же так сказать позиция для рисования чтобы высвать я чё ты сидишь ничего не делаешь больше плохо вести вот так не рисовать бухать с места 5 пансионат отправлю опять это пенсионат опять пенсионат пенсионат не хочу а что это не рисуешь как это не рисую я уже нарисовала вот у меня пачка я же сейчас раскрашиваю из там они любимое слово когда это что такое нет на листе ты посмотришь что тем у тебя жуткие проблемы с композиции такую злость на болезнь иногда могла себе вода боясь назначить что что могла себе канал у пердоли так горло белое становится легче то есть у брата и самчик легкий при меня не разрешал бить но когда видел что она творится в горло бронь и она дарит себе я ненавижу это слова композиция ненавижу и его ненавижу кого его его кого ну юрку соседа я его-то за что он не знает слово композиция приходит тоже мне тут подкалывает даже выкручиваясь к слову композицию не то есть и все это вот наслоение такой куда детской такой вот при том при всем что у тебя дочь модель уже успешно как вообще как ты относишься к классическому вообще вот этому модельному бизнесу но и в целом вот у тебя есть успех спине брони и дочь модель как в какое твое отношение к классическому модельному бизнесу я просто тебе хочу сказать что в нулевые годы в середине в австралии в канаде в каких-то других странах начали появляться модельное агентство с людьми не модельной внешности а с толстыми с жирными модель толстушек либо говнюшек либо это очень интересно даже очень популярные инвалидки там без ноги без его это отдельно есть показы которые не тренируют людей и и целый сайт любовниц либо женщин типа но это целая территория только инди и просто койки но как 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 у меня с моей дочери га как как ты вообще смотришь на классический модельный бизнес не считаешь ли ты что это рудимент который уже и жил себя я у меня я вот в принципе мои конфликты там несколько там попу до этого когда дочь там там пальцевал горюду с чем-то не то чем зачем ты там гордись и принципе вот вот есть труженики люди создатели там самых арт позиции которые не хотят даже об этом говорить то что ты там там уже все гордятся там сумман кричит о том что четыре обложки и волка любая модель мечтал бы ксюшка мне столько было подружек девушек мега модели которые в готе работали во все просто там обходили катя медведь наташа медведева там жена лимона который там мега красавица благодарю уже откинулись или 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 хочет с тетками такими вялами которые депрессуют от этого что они были папури там или были видны и сейчас им очень тяжелый постарайся стать личностью личностью надолго и до конца жизни чтоб тебя сам уж тырил от самой себя и прошло где-то месяц или сколько да и вот буквально в тебе подвод к этому хороший вопрос потому что все журналы обложки там ее заслуги не висят мне в мастерской в туалете и она конечно может обижалась может я не знаю что папа так относится к тому что все прутся того же как на круто я папа типа стебает я говорю у меня туалет это вершина вообще как бы мы в сознании . дерматология мое как бы призвание и тут она через вот сколько неделю назад мы сделали съемку на приехали сюда играет папа я сделала портфолио про твои отношения моей брони мамы там твой путь арт путь где хочу повторить через себя его быть на месте брони в какой-то съемки там после моды нас таки марокезно компотен у тебя есть гру есть и костюм тара дорогу есть эту хочу кадр этот хочу но это называется типа типа ринг где дочь пытается выиграть у отца поединок наш это хорошая идея выйти у нас на бой со мной типа чтобы не стать просто там и соскочить она в человек этом скажем рисует она сейчас поет сейчас будут с эмоции фильм ушках согласилась но в хороших от сама отбирает после уже восемь лет есть предложение было потому что но гриша константинопольский меня доставал почему дочь не хочет сумаска еще скажут нормальный но он иногда фильм удачно и неудачно почитать сценарий там видите гейнсбург или витя меня обманул там денег не доплатил откажи ему на все папу согласилась и у нее есть куча сейчас претензии к себе начались не за мама пишут какая она крутая она там ходит на актерские курсы ход туда и я чувствую что она пытается теперь завоевывать то что может было между нами каналах швеция упущена не до дата там потому что не рядом и она пытается стать такой синтетическим синтетической личностью они просто там с обложки ушли обложки или завтра на на хай никому не нужна я понимаю вижу что она уже понимает это 14 лет попасть нашу в такую кирню там токио китай перелеты в мясо-то колбасное и уже 19 уже ребенок начинает но мне приятно очень то что нам пытается но не остаться в этой плоскости эти потом только мне дует у разбитого корыта как старушка вот я никак не объясняю то что она личность то что она становится личностью больше еще а твои отношения вот как вообще классическому модельному бизнесу да никак я же любитель трэша и вывернуть перевернуть я больше восторгать знаешь когда мы летели из перми на наевшись так что в баре даже закончилась виски в ночь ему там целую кучу отдыхали и наутро нас посадили а там его вас архит как разбудок и и и в самолет на утро нас ели привезли там чуть не вскрывали гостиницу что и номер я не знаю зачем я закрылся призвала порт и мы летим рядом с болгарским журналистом это было там лет 15 назад и как налога жутко тк выходим через сколько там лететь примет я такой думаю что то не так я понимаю что он крутейший одет просто крутишь они понимают почему я начинаю предъявить себя еще больше восторгаться он отдел на выворот штаны и кроссовок левый направо право и налево еду я понимаю что то вообще перевел вон вывернутый хорошо хоть не задом наперед корсовки штаны немного как раз были ты карманы подсобные типа как у рабочих и все это вывернуто и болтается все это сверху и сверху это крутняк это вот как был как рэпер первые пытались как подонки одеваться как сноубордисты типа сможешь реально классные подолки таких штаны и ты понимаешь что-то новая субкультура такая вот и мне очень нравится любое отношение субкультурно как бы когда не в линии моды и магазин вырывать захвату или очередь за кроссовками кто-то обзвонил всех типа пришли кроссовки там и там уже пиздец и никто не достается никому очереди на душу за забредятен но но как бы меня то не никогда не штырил от его я сам надевать то что ли отдают то что нашел либо с 3 рубля купил либо старые штаны с помойки там но при этом конечно красиво из помойки вниз барахолки хорошо какая была самая главная идея в творчестве который ты вот можешь описать через ценностное предложение ты думал об этом да ну конечно конечно ты знаешь вот в моем пути сама сама страшно повториться или показать что тоже жадный наделать картина как что сидел от кабаков куячит картинки мы там вьетнамские студенты там или китайские куячит ему в нью-йорке там картинки раньше пеперштейн рисовал кабакова кабакова на пеперштейн он подписывает и керачит потому что он очень боится не войти с теми инсталляциями которые сделал в истории современное искусство то что они стоят в ящиках гараже их повторить он уже устал старенький не может потому что их надо вывешивать натягивать там картины станут он считает как джоконда так и любые там и рубин все останется с картинка на висит все и это кабаков это уже самый успешный уже раскрученный уже написанный на могиле будет один из самых известных современных художников и это не боюсь не у меня просто я не хочу повторяться и и и единственная жадность иду блять сейчас возьму проекты хлопну я понимаю что это очень коммерческий проект какой-то перечеркал ладно я беру и там катя бочевар говорю катя крутая день никто не берется не дает мне пространство вот хочу сделать мир глазами моли и на вещь который мой поем и увеличить делать фотографии как моли ест потому что моль моя соавтор я в этом проекте хочу показать как она живет и что там не просто случайно есть что-то путь там вот тумбчик потом уже отснять меня которому 150 лет мы на свет можем высветить здесь а у неё там личный путь такой моль прошла и все и куда-то выше и зато эти вещи здесь висят чтобы их москве не ела потому что здесь зимой попрохладнее наверху там платье аджарское платье мужское которому там тоже где-то 150 вот этот шаманский тулуп не тому по комзом вот этот ему тоже это из якутии мне подарили там когда мне будет 18 19 лет на что преподавал научил чеканку детей делать какой-то там ленивода он где-то у меня вот от деда тут грюк а вам детям не нужно быть этим я конечно эти вещи увожу сюда чтобы он не даем а в москве столько по его вещей я наблюдаю смотрю думал круто и такие проекты я не горжусь паши никто в мире книги ну да сейчас вывешиваю там мех чтобы птицы его клевали долбали и потом из этого сделать тоже проект который то там картины пейзаж обмену и пейзаж и на нем типа комочки от шуб объявших там каракули каракульчи там утона прям ними обогетить и ворон заказать как он дермат таксидермисту надел у меня чучел вороны прям огромный стол в этих мехах и и вороны клюет ну что я наблюдаю через это произношу а вот скажи пожалуйста какой свой самый дорогой трофей в твои в твоей коллекции вот самый дорогой это вопрос задавал тысяча этого странно что ты топов знаешь принципе это только обобщенный трофей как бы мой коллекцию по нему сейчас нет нет смотри вот например 3000 пар оба у меня до самые ценные в этом для меня это ну не знаю может пар 60 70 80 после войны сразу ортопед обуви то все разное такое либо как это обувь переделана из коньков подносибельной алисту пинатора нет фоточит пыталась каблук приделывать от кандов что-то который отвечает за то что в этой стране в каком-то периоде была какая-то абсурд был какой то то есть это принципе принципе то что и делали многие концептуалисты 20 как и кабаков это вытянуть и страны либо плохой вкус либо плохой объект и показать им блять все европе для бляди посмейтесь ну вот и вот она наша русская только может это идиотизм видеть там 5000 галстуков до мешки стоят они мне вообще не штырит но у меня штырят те галстом 300 наверно у меня шедевров где космические корабли летят в космос на галстуков все здесь на мужском галстуке вот здесь голубь летит на фестиваль молодежи центов голуби ракеты потом русалки там батуми сухуми курорт и такую галстуку бриллианты типа вот таких блестят а сделан он ну попадаю так просто завернута херня нитка сцеплена резинка трусов и все то есть это как раз пролетарские и они для меня самые крутые потому что на юге нельзя было ходить не только места без галстков кафе и люди покупали прям на берегу батуми сухуми вот этот галстук ужасного качества кооперативных тут же дивану в галстуке с русалками вот эти для меня сама гордость произведения либо из макраме сшитый либо из просто не раскрашенной кистью либо трусы там платье пошила остался кусок ткани трусы пошила и галстук пошла до конца уже и можно было еще платочек соплевичок из этого сатина сделать вот это вот у меня есть там платье с такой сатина трусы и галстук вот это для нас самое важное доказать как бы что времени в этом сетском суде я же не никого не на самом деле мы с большим уважением отношусь к советскому союзу в том числе к пионерским лагерям которые ты тоже очень любишь ну я ешь потому что не брошено здесь конечно вот расскажи пожалуйста следующий вопрос вытекающий из прошлого какой период советского дизайна на твой взгляд самый такой яркий тридцатые сороковые пятидесятые вот если с дизайна брать дизайн через твои руки позже меня к нам мощно такое количество прошло предметов что ты по годам видишь и и понимаешь что это за фабрики люди но я понял да где при этом но я бы по красоте и по последнему что могло додавить то что начало века почти самые с даты были много что все шилось до войны шилось после войны вообще хрустели машинки все шили там всплеск мне нравится после войны всплеск очень яркого если в крупном вот так можно посмотреть крупная одежда я для этого есть у меня как бы проект салют победы когда ты понимаешь что после каждой жесткой как бы ситуации войны всплески после революции первой гражданской подъем бойскауты пионеры фигеры все это вот 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 все идут куда перли энергия перла распирала военная форма хорошая позиция там буденки все мощно с такой силой после второй мировой просто я не знаю это это как говорят везде был слышен звук шьющих машинок швейных типа из-за этого это очень ярко все шились и сразу после черных всякой детка праздника но один из мощнейших и когда можно определить уже по что-то был финал ссср это олимпиада период там на фестиваль молодежи студентов было попытка деть много по диму русским все на скромно там как-то а вот в олимпиаду потому что все проигнорировали с политическая площадка настолько была низкая что никто не хотел сюда ехать все решили так выдавится всех фабрик производящих столько продукции где вот эта олимпиада символика спорт тольятти там и ремни с тольятти и платья тольятти и и плавки тольятти и где происходило там или просто олимпиада 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 вот олимпиада это последняя вершина высказывания советского как бы мощного такого потому что фестиваль молодежь студента 85 года помощи он уже был угасающий по вещам можно увидеть как вот где жопа и жопа вот даже на обуви олимпийской символики везде везде лепили тогда можешь поделиться самой невероятной истории связанные с найденными вещами вот может быть и из пионерского лагеря может быть какая-то история там связаны с помойкой но самое удивительное было то что я скажу например когда приезжали телевидение там уже в конце 80-х 90-х интересно к нам уже горбачёв открыл дал разрешил и приезжал швейцарской телевидении так это было 90 как будто там год и я подел пока показывал а было рт а потом и да это швейцарским было играть ну вот там и тут отсняли вас вы показали как бы это имиджи там поделали на себя а вот вы все это собираете эти по мусорками да ну можно мы с вами проедем поскольку как это делать ну мы выезжаем сразу там от петровки недалеко в переводчик колобовский плачет огень идет бабушка с пакетом и стоит контейнер с мусоркой идет туда а я на своем автобусе на фальсфагентку куда несет что не на мусорке сидят на идет дачка а что не сидит да тут вещи разные так не выбрасывайте горечь а я не выбрасывайте рядом с контейнером ставлю но в пакете уже просто раньше ставили очень любишь чемоданы от пакетов тоже избавлялись очень трудно еще их стирали же там это она в пакете ставят а там распорта два платья вверх-вниз тут или соуса перешить я вам показывает а кремдышина ну как-то мы не успели даже снять как она идет попросили он конец я не буду на камеру ничего не говорить не это это очень выглядит но никто не поверит я говорю хорошо пока дальше искать контейнеры проезжаем дальше два мусорных контейнера подъезжаем в контейнере лежит в попадном лежит все есть когда завален батоном хлебом батончик который назвали заплесневелый весь и сверху стоит телевизор выборочно советский такой знаки чуть-чуть набивали что такое я так она говорит ну это же инсталляция готова нам опять не поверит это как будто вы сделали году как будто но это не я году вы же понимать другом подкрыть контейнер там внизу тебя нюх просто время без нюх а просто люди без вас начинали 90 уже вот кто-то за границей завезут видоки везут просто каждый период мусорки уже как эволюция проходит сейчас пытается вот раздельное того и сейчас вторую себя же стоят контейнера до этого все в лесу было в каждый возил спрашиваю кстати говоря вот по поводу и второй контейнер весь ну сколько там было он не полный до середины завален носками которые были без резинок старый там производились до синтетических носков были настоящие резинки там растягивались не очень бы они были все без резинок и носились на таких пристежках которые назвались помощи и ходили на ногу пристегали носок и назвать помощь помочь не упасть чулку помощь помощь помощи и они все штопаны так ну все классно и красиво даже две пары были видно может одену что-то фельдипестрова то что мужской как бы мужских аксорр ты редко это женские чулки или просто тончайш носки были за штопаны мало потому что мама девалась просто такие вещи каждом береглись гардеробе что выйти так закинуть ножку тут помощи и теперь депорствовали носочки мужские а а сверху лежит пара такой синтетики жуткой это уже не его не знаю так это химические отходы с растянутой резинки с надписью nike это корпоративная это на из нету на икушки нельзя было полностью подражать надпись фигас пиздец было пьер кардин там они еще что-то там все тогда заполни рынком ты вроде понимаешь что это вранжер там не мысли вайсис какой-то куча надписи но нет не имел ты права как бы копирать или оформить за дороги этого все копираторы лепили вот первые носки вот этот куча и это нам никто не поверит это ну опять так вы вами созд про поворачиваем к фабрике завод или фабрика или студия документально кино перелочки там в этом было ее выселили оттуда в девяносто первом конце 90 что-то вот она грани может быть 92 год когда вот сменилось одно на другую власти все что там и мы идем там брошенный цех она еще выезжает не в цех один из зданий заходим туда вовнутрь а там рулоны пленки и одну все в турбину беру пленку бобину так уваляется беру пленку ею но это вообще про теоризм а там фильм про наш мой первый там нагашек как бы мини коммуну там мы занял потом начала на петровском и фильм назывался кошкин дом и отходы материала документального студия сымала его выбрать или посмотрите тут а тут вообще-то будет я я я потом катя рыжкова не год это вообще никто не поверит может только взятию и пытаться доказывать или поставить этот материал что мы здесь нет это тоже подстроена греху я тогда буду с вами ездить по москве если все подстроено здесь так там идешь контейнер волос с парикмахерских оба в мешочек там возьму потом раз из газет правда известия сделаю какой-то типа папье маши манекен раз на него волосы эти там раздавленную собаку найду туда кишки и и прямо вовнутрь бумага обложил а просто валяется на улице никто не берет знаешь ездят машины когда в скульптуру волос это жут такая это тот период для меня жуть и вот это и на карте ли который вот и историю вот эти когда водил людей ними никто не верил себе что нет ты врешь ты не без мусорки ныкрофил либо там только это херня потому что ну как контейнер так ну потому что и было и обзывали меня на карте вам авианы к романтики ныкрофил я я с любовью и сам это не делая просто подбирая собирать не ловили про то русу ты не 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 это я тебя перед был до прости может просто так получилось что мы уже лето живем в тарусе и я обращаю внимание как здесь завалены эти мусорные контейнеры то есть они стоят во первых открытый вот как ты видишь идеальную мусорку в тарусе в городах россии вот какой может быть идеальный мусорка вот там да да я вот там вот не знаю кто привез это в следующий шаг бизнеса вот там где брошена за художником площадь это участок где была баня здесь мест на которой уже нет для мыс там стоит каться 200 или 300 контейнеров может отсюда не будет видно или балкона с художником либо с той стороны от верного их вида гора это готовится новый бизнес мусорный контейнер как это лютый которых легко машины будут забирать там уши приварены какие-то он закрыт и экологически с чего началась история мусора в тарусе в такое отношение раньше все возили за тарусы тут огромная территория свозили весь мусор своими машинами бросали рядом горы там можно ведь потом поставить и где-то небольшие каких не прицепится кузова эти которые забирали их везли на большую мусорку туда вываливали и два года назад катца здесь появился с жутко ванище и обнаружили местный житель который особенно борцы за красивую чистую тарусу и ну это москвичи естественно все и либо интеллигенция место которое очень включается и но не тоже почти москвичи скажем то есть его не место не полу москвичи давно приехать и они все поняли что поехал кто-то наверх поискали и нашли ответ что из подольска какие-то пацаны с прошлого такие на герс местной администрации открыть здесь завод по переработке мусора и начали возить уже привезли какие-то печки цех уже формы и они взялись за борьбу с этой подольском брат вами на это так можно сказать легче и звонить мне оксанка совоску который у нас общественница и сделал замечательный проект окна тару вот но не окна вот наличники и петлю руки есть противогазы сколько надо ну здесь хотя бы у меня 20 есть когда-то нашел просто склады целы я привез противогазы народ дел противогазы сделали фотографии микс такой цвета его противогазе паустовский пастернак заболоцкий все мы не нашли фотографии поделик тоже взяли таблички причинка администрации сказали и в противогазах стали мычать что-то первый раз так все тригер потом нашли телевидение позвали журналистов и администрация сдалась и закрыли этот из того момента наверно все поняли что мусор в тарусе это очень значимое поставили много контейнеров это как раз в смоленске к циевой история новый мэр района и вот это конца будут следующий бизнес кто-то на привез их думали поставить но скорее все ты услышишь слышал до что в таруса входит в эко-город в получил статус эко-города и сейчас кто-то дождается когда тарусы типа войдет еще более чуть не в золотое кольцо либо вторую линию золотого кольца и тогда она вот это бизнес готовится взорвется будто кто-то как батурина заработать себе много денег нам на мусоре кто-то ну поставит эти контейнер большого за конечно рядом надо будет стоять кто-то еще захочет маленькие для стекла к ну какой семьи и начнется игра вокруг этого мусора и нет мне кажется ну наконец это хорошо мусор же модно говорить о мусоре чтобы ты сделал со своей коллекции при наличии достаточного количества денег если кто-то дал бы ты мечтали ну в спорту выиграл может быть я дал бы здесь не количество денег здесь количество боя сепсим энергии было я бы вот хорошо что во дворе выкопал бы огромную яму поставить вселажи забитами как бункер и и сверху сверху бы как бы присыпал так бы рассматрала сделал вход как какие-то пикимоном ли к этим кто там пишем этот но живут лилипутики этих каких-то ну да и вход зелбосольство люди заходили в империальный музей типа просто в принципе по большому счету я исследовал все отношения музейных работников всех музеях москвы либо страна не нигде никому не нужно например все это там обувь особенность это настоящие там валенки бурки начало века другого все это сожрет мольца время музеях прошу музей холодильника у них нет на держать отношений всем на срать они приходят там к 9 на работу создают профсоюз получать своих 35 40 тысяч и уходит там 12 на перерыв на обед в два возвращаются либо там же на месте это в углу едят чтобы им плохо не было этих музеях и в 5 они выходим абсолютно это трудно найти сейчас учеников которые занимались бы одежда пошли хотят нарисовать пошить сделать и забыть охранить это хранители такой специальности нет и это и воспитывать нужно а а зачем зашли тяжелую чужую энергию перебирать постоянно обходить все время скажем пространстве вычищать искать куда моль накакала там вышкребать не заметишь этот принципе она залезает самый темный там подошва кожаная на деревянных пробков пробковых таких защипок от не защипок а расщипок который в конус делались где-то вместо гвоздей дерево забивали и она просто под эту кожу залезает оставляет и ты не видишь оттуда надо вышкребать на держать в морозильниках это огромный труд это делать европейские музеи там если там калина при музее обуви и знает есть музей обуви может быть в интернете я не очень как бы ну как бы от александр васильева не очень знают все эти поганел бы потому что я больше люблю истории другие даже название еще не знаю эти музеи я думаю них за в италии огромный музей естественно итальянской обуви в англии потому что английская обувь но там огромное количество морозилок и любви они там просвечивают смотри где может завестись туда прыскать это огромный труд музей обуви где обувь там 16 17 века может и 13 там огрызок седьмого века какой-то части это музей обувь здесь скажем у музея москвы когда они открылись переехали туда им принесли много обуви незнаково но советского бы у них музея 800 как не сказала лин как сапрыкина что там где-то 800 пар обувь музей декоративно-прикладного искусства ну может 300 и у каждого музея где-то у меня 3000 пар обуви где вот здесь а в сарае держу бурки нужно какой-то выделка просто с кожной подошвы хрущев любил огромное кольцо валенки там начала века я держу не москве потому что там слишком много вещей и много света мастерской тепло батареи и они очень любят это лучше что для них есть этого держу такую среде здесь в сарайчиках чтобы хотя тут сыр едет не только сохранить хотя бы не так прогрессит как бы вот искусство моли поедание типа который нагрызет для этого мне нужно огромное пространство а я потерял нить вопрос а чтобы сделать этим друзья не живешь я бы как бы избавился но не знаю как чтобы это было или вандально не вандально с любовью понять что как бы мир вещей и вещевых если тебя нет и ясно что кому-то она не нужна ли стране ты придешь все есть жопа и к этой жопе нужно отнестись и как-то вот фундаментально передать и объяснить что они больной был человек что я не вот то тот мощь который все дом заносит и дети не могут войти не проползти даже того лишь у меня здесь сейчас небольшой как бы такой развальчик пошли день рождения был уже десятый день договорит народ а так и стараюсь чтобы дети когда приезжать суживание колбасе по постаревщик гости чтобы у них комнате они сами выбирают вам нравится ты зеркал нет пап нам вот это они выбирают вещь которых не колбасят не заставляю старый диван то не заставляю что-то они сами выбирают энергетику пространство и игру в какой цвет будем красть там я не навязываю потому что дождите детей заставить пойти в мой мир и сделать их примаханными зашили чтобы трусила старше вот там жила жила в том выросла папочка и мне нравится подиум когда сюда приезжать буду никого оттого здесь очень осторожно нужно с ну как бы с этим вещевым не навязать никому того я знаешь как мне тяжело в эти мастерские приезжать просто без повода прижать там этот вещевой мир оттуда лезут эти как будто органы руки вот этих предыдущих хозяев от того я вот сейчас сарай видишь там покупаю скупает что перевозить избавляться от лишнего который забивает крутые вещи потому что все равно меня просят делать какие-то проекты с прошлым сделать там сейчас открываться какой-то отреставрированное имение в красногорске просят сделать его типа как бы два проекта как пили чай дворяне и как купцы пили и как крестьяне то есть в одном в какой-то из пространстве как это их нужно одеть манекен и я все это сделаю не проблема все есть конечно это проект это некая среда не это не художественный проект это хороший проект и исторический да и я конечно с удовольствием где у меня то есть но но как бы я поступил эти игры это вот сложно сделать отдельно огромную инсталляцию которых у меня был вопрос музей у меня был вопрос когда роберт вилсон первый раз попал ко мне в мастерскую на петровке да да показать на петровке и там еще не было дк петлюра там было все у меня были склады в комнатах полки деревянные такие грубые на них чемоданы с обувью внизу это сунки все он ходил гайб это караул давайте с вами типа дарить сколько мы берем там на бинале в испании вещей столько столько лет а можно это все отвести боб я бы он горгизая финансово грузчики как бы это вот как бы назвали эту фигню я не знаю другого у меня слова небо не подобрался сразу ну наверное инсталляция длиной в жизнь на тот момент она сейчас инсталляция длиной в жизнь мне трудно разделить что-то как бы тут 5000 галстков сейчас вот мешок выкину так ему не нужно 300 оставлю шедевру нижнего беля там столько кучу вот это все выкину а вот лучше абсурдно безумно или пошита там или там леопардовые трусы а тут крючочком связаны на пипичное пространство чтоб не пахнет я их не могу выкинуть нет одному счет сейчас выкину но нет не выкину выкину не выкину и вот это делим и знаешь в этом ли что вот надо самый ответ вот это на инсталляция длиной в жизнь для этого взять можно какое-то пространство и во всем но это опять огромное количество народу либо ножу под стеклом и выживать и выживать и умереть в моле в чем-то и покрыться как-то неведомым таким просто в стеклярусе как в аквариуме просто не погибнуть освоиться и каждый раз чтобы этот слой был но интересен и и безумно интересен и не приносил вреда как бы другим разъедать еще вот когда бы в австрии у нас мы делали проект в одном из католических монастырей и в главном храме барочном вообще просто необыкновенная и и я еду как вот католики могут разрешать выставлять где там три или четыре святых прям стеклянном гробе так лежат и я первый день вот я наверное вот коллекса классный супер через стекло смотрели через z и я там познакомился очень классно человеком который курировал этот проект который в 30 в 25 лет пришел этот монастырь и на тот момент ему было что-то 60 чем-то и через месяц он приехал в москву ну и все художники участвующие в проекте везде поводили по мастерским и я не помню кто был куратор то выскали не мизина ведь и нет кто-то говорит ну давайте петлю не поведем наверно ему там ну или испугается потому что ну старая вещь эти завал хлама всего там при этом стильно у меня все добавят качи а кто-то говорит а почему мы увидим как он реагирует возможным это интересно уже работает как бы с небесами типа привели он просто бегал выл скакал прыгал я увидел как бы восторг предложил грим не хотите водки по выгод я в жизни водки не пил или ну давайте типа ударим по одной за это дело и сломаем девственность я бы сказал как пить водку выдыхать холоде как выпить ровненько хлопнуть и дать закусы даже не надо но все равно приду черный хлеб с солью далее ударил он год я вообще не знал что-то вкусно что-то необыкновенно вкус мы ему дали по три-четыре рюмочки на второй день мы пошли в жан-жак и он горит и в год вина там продать нет я бы хотел еще по удочке секса на этот вкус уезжай он не говорит будете в австрии еще раз наберите позади я вам такое покажу я набираю приезжая туда мы едем в этот люцерн конца где-то там лица и мы едем а нет нет люцерна то под этим сейчас фиг с ним мы едем к нему в этот монастырь он убирать весь хвост мы приехали с кем и друзей австрийских нет можно только александр возьму типа потому что для меня очень важно он как раскопал с 20 лет когда был нашел к эту маленькую комнату который который никто не знал монастыре за все эти вот 35 лет он раскопал огромный видно для крестного хода был вокруг для какого-то на ритуальная обхода практически вокруг храма этого чуть ли но местами он где-то в два с половиной метра где-то сужался некий лабиринт лабиринт и с того момента как он маленькую комнату открыл на себя где-то зачем-то он стал сносить все что выбраться на территории монастыря патроны для электричества фаянсовая рубильники с эбонитами ручки игрушки кто-то там где-то вокруг появлялись кто-то приносили потом какие-то вещи эти которые не сгиняют не одежду а не душу он приносил их и складывание стоит по стеночке и по годам он ставил и раскатал медленно вдали стоит стол уже комната самое больше пространстве где он докопал даже укрепил что-то за позволю себе больше куда он стал каждый год ну с урожая потому что не производит вино своему рассказ к и он стал ставить на стеллажи вина бутылки и все по годам археологически он говорит и вы мне когда сказали что у вас инсталляция длина в жизнь и так захотел показать это тоже мы инсталляция не будет все приносил и стал все что находил ничего никого выбраска я все приношу такой стол разные стулья их 12 это тайна вечеринга игр можно сниму съемку нет сделать здесь людей соберу по своему одену чтобы когда критическая такая история нет это если все знают об этом месте об этом никто монасты не знают как это невозможно он нет никто я тут один из сар и эту себя прихожу и юрюка как-то возможно сохранить в таком году потому что я стесняюсь боюсь я когда покажу мне прямо там за дурака или там но не за идиота и вот вот эта инсталляция длина в жизнь открыт в этой истории год но вы знаете что хочу спросить главное что я горит пыль не вытира мне с одним пыль вытереться эту ни в коем случае не прикасайтесь спасибо он стал что-то прикрестил состав на колени пизда то вот вопрос об этом чтобы я сделал не знаю вот мне нравится эта история как бы у никого не мучно никого заставляет он не потому что он считает что-то чернуха в его в его теле или сознание что он приносит могут подумать что как же он один из главных наставников диалогов и такой страдает говном так и я как бы знаешь все считает что там авангардный художник это перфомансы что-то караул а а это старьевщик такой некий такой который во мне в другом пространстве и но хорошо стараюсь этого типа делать такие выпады как нападение на эту позицию чем занимаюсь там мир глазами моли либо то вывожу в лес одежду шифонерами вешаю там через год смотрю что с ней происходит либо этом галкам ворона выставлянию поедают хорошо это мне не выставляю на винтажные рынки эти барахолки и не продают а старьёшь кафедры перформансы кафедра звукового перформанса кафедра этнического перформанса что с этими планами это было на петровском создано в девяносто первом году 90 91 где не были потому что этническим перформансом катя рыжикова занималась группа море группа север до музыкальным был герман виноградов я его позвал туда первую очередь лёша тегин славы пономарёвым различные там медийная кафедра это был аристарх чернышев с ростиславом егоровым то есть я позвал на тот момент 90 первом году художников кто действительно занимается первые шаги дел в современное искусстве и этих кафедр не было ни в строгановке не в этом то есть а сейчас всех учили рисовать красить картинки что сейчас с этими кафедрами и они за кафедр уже после кафедралу все разъехались у меня забрали этот скот кафедрал и далее далее ну не скотт арт кому они любят звать код далее на петровском бульваре маленькое пространство 130 метров и говорили что вот через года два-три рейсин написал что они дадут под свободу академии там от 200 до 400 метров я говорю 200 мама 400 как бы уже хотя бы но все это осталось прошлом никто ничего не дал и попытки писать тогда ушкову там ресину они отвечали письма о том что вы родите что он что-то дали типа будете ввякать и поэтому заберем и того лишь и даже и последняя до капитуру забрали департамента имущества и департамент передали рпц да и все эти понты там отца петра который давал там на все теле не кричал что мы я все сделал что по александр ильича не кинулись туда капитал рассталась это прекрасное место и мы даже ходили в департамент культуры с алиной сопрыкина когда облачу директор музея москвы не бит ничего подписка александр ну да вот такая сегодня вы директор музея завтра вы не будете директор выше не отвечайте ну мы можем поискать типа мы можем подумать конечно александр и имидж как бы его творчество такой ну слегка вызывающий радикальный какие-то там пьянки какие-то эти сборы молодежи в платьях все два гея практически такие сексуально в голубых костюмах и ведь но мы можем посмотреть это там где-то на на косыгина где то есть там где-то что там подвале есть библиотека как от нашей департаментом подвале твари опять подвала без заебали уже об этом сидеть какие подвал уже я уже пенсионеру искусствующих я хочу света солнышко дайте мне солнышко что-то светленькое дайте мне для творцов людей уже взрослым германа город гриели ходит рыжикого без зуба не могут еще приводовать и говорите это ну как бы дышит еще ну не за моим ответим перезвоним так месяц-два-три и все это забылось прошло уже три с половиной года и департамент культуры забыл отец пётр забыл и все это вот декабря понимаешь будет звучит нет в аналина твой самый главный художественный проект империя вещах расскажи пожалуйста как ты его придумал какую задачу ставил изначально перед этим проектом ну либо еще понимаешь да вот за то что на него ушло практически 25 лет что я очень люблю сериальные проекты долгие там я потому что они идут меня через вещи могут при до концепции нарисовать придумать в этом проекте империя вещах там долгом не ушло время чтобы придумать 12 история понял что 12 историй и что-то за истории там первое мне там появилась история там когда впервые полосе да мне попалась платье к ца нет салют победа мне случайно выпал 1 типа не то шпионские страсти мне показать после войны там вот эта игра берии игра нквд шников перед и после в какой-то нервы как безгражданским населением непонятно кто в каком костюме типа гражданском и мне показал что в холодных костюмах цвет нквд шных типа там и шинели и синей формы это вот как раз как бы шпионы переодетая в гражданку а в теплых земляных это вот люди не мечте к этому отношения люди которые там конструктора какие-то это просто гражданские лица и и осталось собирать мужские костюмы теплых холодных оттенков разделять куда-то надо остальные придумать дома что но война и им не привезли из питера нашли барышном доме 2 то есть пару обуви женские на которых на черном фоне на обуви нарисованы салют победы к вас салют победы есть второе название после войны после каждый фейерверк всплеск цвет и я туда субъективно стала забрасывать вещи в эти ящики то появилась там солнечные цветы это типа некая лен шелк отбеленный нет берегу на котором цветы цветы от 20 год и так все истории начинать практически это 20 век начинается и заканчивается где-то игры некоторые периоды или или как бы некоторые разделы в этом боксе не не закончу я так думал ну когда закончится русский союз и все стали возить уже вот говно у меня появился последний период который назывался спасибо за помощь а предпоследний спасибо за помочь что вы везете херней появились вот эти вот это как раз спасибо за помощь где надписи пошли на рубашках мальборо копейка наши корпоративы первое и там заказали что не стоят последним отрешки которые уже в синтетических окошниках на него на платьях но не прощально уже они все равно вышита русская система как бы орнамент некая стилистика цветов растительная и последний период это у меня уже по себе фотографии последний раздел он назвался с новым гадом то есть это не год агат каждый из правительства нашего государства за 20 век имел некую свое в своем правительстве имел отношение ну я я я посчитал что 20 века отношения правителя к этим как скоту я попытался из зимних вещей которые производились нашим сделать как бы скота базу некоторые то более нежное начало века это миха вы из плюша бархата пан бархата пошиты пальто легкие такие легкие шубки и шапок из перьев это птички при ленине то что он любил бархат на воротничке потом у меня идет там сталин у нее каракуль воротники это мне уже пошли овцы бараны и реально все эти шубы каракуль шапки и концу мне появилось уже полнейшее стадо синтетических шуб вот этих чебурашек типа людей назвать чебур 80-е годы они были похожи на чебурашек синтетические шапки с таким от качественных шагов вверх сюда или туда и ты реально смотришь это реально стадо все год ну как это кому я считал что вообще хотел ну очень хочу еще раз прошу вове сорокина понравилось это вообще концепция чтобы он написал возможно драматургии чтоб фильм сделать или спектакль там просто это безумно и у меня все эти вещи шубы обувь ты реально смотришь это все пошито из вот зимняя одежда это вот реальный скот с новым годом и с новым годом это действительно зимняя история год год и типа и она у меня вот проходит вот через каждого правитель это ответ вот эти истории я вот собирал все на все можно к 25 лет в 2000 году я решил где-то сделать отчет и завершить как бы на миллениум сделать показ и я договорился в клубе дом на тот момент который был боевой классные свежий хороший будут там не указано на вузе на гуну кузнецкой до даром дабы я там был раз я приглашал туда вот и первый показ был как раз январь первый месяц 2020 года и так мы до 12 месяц как раз до декабря провели 12 историй как раз на миллениум как раз в ночь а там все и виноградов играли и балашов там ну да был этот проект у меня там все первые города тоже там да все там лидия маньч прижал много раз туда многие экспериментатор кто занимается там вову пифанца там был первый его его концерт и спектакль концерт будет там много это была площадка очень довольно таки пусть меня родная лучше там третий путь и деку в дом это были ну хорошие и и там я провел целый год подряд и на этот каждый отчет как бы историю типа нажишь performance либо отсчет народу набивался полный зал и самое интересное что происходило что помешь каждая история даже траги там нет к этому момент люди ты-то просто гогот у меня запись всех проектов в клубе дом это настолько было то есть люди ржали как кони там от смеха и и как раз до слез моё любимое состояние что даже под историю красная гвардия под песни там или не такой молодой по финальной люди просто плакали ржать странно это вот только что было только прошло вот здесь вот и больно и и радостно просто бредятельно у тебя кстати с лениным тоже какие-то свои отношения везде у тебя и на петровке был и здесь не а там висит у меня коврики просто кулу в избегистане нельзя не купить то что я и леченый лечим уже как бы я особо не не саша почему ты ее солнечные не не надел на этого ли на площади надо ему что я не сильно же в эту акцию такие в городские бежит яйца прививать тарусь и тоже не хочется не ленину не себе не как-то не очень так ну а кстати ты помнишь и имею немой не скажем который экспериментировал со своим здоровьем под наблюдением врачей вот и рассказывал лени ханги художник какой-то который отрезал на трешу уши да все я вырезал англичане забыл труда запомню да его можно найти типа чек уничтожающий свое тело как бы там сразу он весь и зарезанный весь в крови там я я не боюсь крови скажем здесь за вну просто ну классный ответ когда мы спросили типа меня спросить типа но вот такой помощник вы больной или нет здесь нужно точный ответ типа я стараюсь сюда чтобы не попасть в этом примаханы что ты делаешь то осознанно и для меня это исследовательский путь пути следователя там исследование мусора что сейчас вот резать линка же не курс исследователи сайтами смешно звучать эти слова в серебре нет и ресайклинг вот и и для меня как как выразить тогда это по-русски но я бы я следую мусор как туда мусор как и есть по-русски мусор так есть но я бы говорю по-другому что я следую человеческие отходы вот ну как более не то что там претендует там на тоже как быть но концептуально будет чтобы это было караул до этого говорил что я художник дерматолог типа езди в дерьме ручь ковыряю потом там не следую мусор и потом что-то еще следа будет свидетель кольца но вот этот и когда человек это спросили здоровый больной год если бы здорово неужели этим занимался мышь есть тоже есть что-то у меня бедно скажем не вещевое детство там как в фильме копейки у сорокин у меня было две рубашки фанелях такая но у меня в интернате так и было зимние рубашки на выдавали и летние с коротким ком так видно я решил сначала себя одеть а будь иначе уже что-то купил верно размер не подходит либо еще не знаю потом не стали привлекать старовещих а ты кто по знаку рак позднее это будет а я тоже собираюсь собирать все как говно будет еще это с раками ну типа со всеми такая беда типа ну не знаю надо по узнавать типа мы стали узнать что раки до полону раков позднее особенно плавать не умеет и очень тянет тяга к старине потом почитал действительно типа очень тянутся к прошлому из чего мы особенно любят вещи какие-то необыкновенные такие на кодекам не нужно и типов здесь тоже лишь коктейльчик такой а как ты относишься к тому что происходит сейчас в современном искусстве в россии и в дизайне но есть что то что тебе нравится как-то резонирует с тобой ну мне кажется нравится то что в одежде там не вообще в искусстве стали работать с отходами этими человеческими то это кажется это супер потому что вторая жизнь и очень много уже как бы молодежь который сможешь как бы думаешь странах каких-то в штырь его там это вещи довольно таки уже не нет тайского китайского пошива этого там херня просто там 70 80 либо какие-то абсолютно где-то местами там и патологически когда бензиночки отдаю вещь который нужно к ним плене он как бы каких-то душ носить будет не молодежь покупает носит стать поскольку не яркий тупые силуэты просто тумбочка как наши тетки любили средненького размере толстого цветка еще и толстая еще рука водка укорочена вашим привет это не силой именно раз тоже сейчас как бы много вот это вот как бы дебилизма такого реального как вот такой и что-то не каждому дано это говорит уже о высоком вкусе как бы нового поколения то что они просто информации много информация много вокруг у этого все говно носит штанишка вы все таджики узбеки но значит не надо это носить все меньше оделись хотя первый тоже гадил не надо одевать это уже конец мой и тут но не моде этому отрезку явлению там отрезку в одежде либо там философии был музыки мне нравится что что ну очень-очень благодаря как бы информативного полю но таки продвинута умная молодежь с которой просто можно сейчас с ребенком там восемь лет говорите уже об этом уж он уже набрался что он хочет узнать меня дайте в библиотеку я все знаете петлю кто такой вот меня не нравится о круто я не знал и так как все одна секунда а мы там вот дохать когда идешь до библиотеки меня ленина пока запишешься я мечтал просто дыхать до москвы пир библиотеки журнала 1 вот вот ответ явлению 90-х когда вот появились на фоне типа первых художников других альтернативных первых профоманистов первых авангардистов 80-х это гораздо информация важна те люди которые мажор или за границей были приезжали они сразу не просто на открывались там польских хотя бы до журнал итальянских дизайн там дэнс информация 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 и бэмс то что первое все катя рыжка не против им глупо заканчивая умные либо физи математически кто-то умные ребята которые видели что журнал о я что миренчик она далека было вообще от творчества или катя рыжка варенчик они стали перформансы первого топыривались все на смотрю журнал у пляжа происходит там talking heads смотрят бернух от старых костюмах david bowie в том углу надо важен не важно имеет право быть вот это пуп на полную расслаблены и в это время там на кузнецком мосту еще люди шили кита плачка моду там со слова зайцева тела гречки цветы старались напряженно на бычин вот информативное поле как бы очень важно всегда даже школа наша я там делал как бы какой-то проект с русскими дизайнерами школы текстильщиков текстильного института студентами лучших взяли из студентами швейцарской академии дизайны будут у нас у всех конечно все это девочки пока нету мальчики там один у него на курсе нарисованы супер красивой картинки швейцарца нарисована такси нарисованы объяснено аппликации дописано прикреплено кусочек ткани и вот девочки смотрите какая разная школа подход как у раз швейцарской конечно академии было два мальчика конечно гея каждой и педагог у них и ректор академии тоже замечательный александр которого все девочки были влюблены были пришел каш такой красивый и голубой и там атмосфера просто у них технология учебы другая вот строгановцы выходила сколько талантливых замечательных ли они где они вот скажи они ко мне приходят петлю но мы тогда уже тобой удивлялись рисуют если не рисует или сейчас они закончили интерьер или кто-то рисует копии представили что-то либо это я прораб настройки прихожу гулька даже он здесь выключателю так твоим проводку получил свои деньги все мне интерес к искусству же нет потому что я я слышал что понимаешь информативное море нужно нарисовать копию вот студенты строгановки с удовольствием это сделаю да они рисовали замечать причем недорого и замечательные совальщики все за все любой год любого качества ну и куда-то засунуть в задницу или что это понимаешь вот рисовальщиков не знаю что делать от того почему сейчас популярны там британки говнянки любые дизайнеры художники по интерьерам год или два не за сколько городка то что надо то что необходимо нам еще среда создается пацаны сами друг друга лепят залезают в информативное поле как сейчас круто вот это вот это вот вот а это важно это важно вот эти вот целая школа там и гарикаса тут был просто фарцовщик насмотрелся картинок давай там ходить по художникам что ты делаешь кирнику 4 рисуешь давайте по я дам трубой типа по твоей картине типа она порвется картину не так ли но все равно наезжали они так по его целом вот поп-механика в питере там появилась целых художников молодых там инженеры искусств который практически и не рисовали и плохо рисовали там бугаев на арте на поле мажоричка то брюсного снова российско с тремя друзьями с которыми через вместе в школе на у савченко корсанов звук кирсанов и те были рисовали школе даже в агит группе были совать африк вообще не целом прямо самая популярная известность к это пример типа вот как проекта с бензи африка мега популярный мега богат но не наглана успеем он тимур но и ему успешный из-за того что это информация это умение при зале себя прикрепить показать себя и продать еще самое главное продать уметь блиц можно коротко можно развернуто забор в контексте страны или аккуратно изгородь и как долго в нашей стране будут уродские заборы ну вот мы едем допустим но ты же самый таруси да да я понял ты о чем но вторую меня не трусит эта история как бы с заборами не вторую все более-менее да в конкурсе все мы кто сюда поселились вот там кого я привез никто не испортил ситуацию как бы здесь два или три диснелэнда мы называем где заборы таки кет а в какие страны там там на никулина и на рублевке меня просто смерть на дару один из глупейших забору который увидел это у нашего президента в рублево-успенском кастом рядом где сашка ядановский дача была я был не в гостях он у нее уже не саш когда он уже умер у наташка ядановской и это что за у ее это территория наша президента к бы резиденция павла второго где церковь был он говорит и осталось себе на территории а местным построил нога там так уже построить один в один вы не отличить я пошел потом гулять по этой территории забора из швакоблоков и замену метров шесть может я не знаю как они падают и пошел вокруг и заводится забор доводит до москвы реки вот так вот идешь он доходит и перекрывает и идет в москву реку зачем типа ну мы гуляли то пришел граюту хороший день что дураки не ходили поп перед президентом туда-сюда по берегу по берегу москвы реки тебя не ходить я потом дома пойду в другую сторону пойду я пошел с другой стороны потому забору прошел прошел и и закажу а там тоже он так в реку то есть один забор не делать и доходит их там об капканы либо его что-то и туда топить а там стоят где-то 20 или 30 вагончика говорю это что такое еще ну вот они и строят и нет служат типа президенту как а что нельзя качественных либо поселить как-то нет типа за забором таким надо жить типа забор или изгородь зам вообще дугнуть мне кажется больше такие заборы в концептуальном плане нравится то что они вызывают отвращение смех и радость как я бы смех и слезы думаешь на клею смех и конечно это то продолжение прав потому что нужно довести до абсурда абсолютно а потом этот забор рухнет и там вертолетная площадка и все конечно могли кто-то забежит каждый президент должен быть забор и в заборе изгородь понимаешь его заборе еще может быть маленькая изгородь для гостей говорит что вот это вот тот забор это не мой забор ли это иллюзия вы видите а потому что изнутри там ника сафрону может нарисовал вообще лес поля и воду вокруг внутри и может и вещь только изгородь по моему он сейчас рисует в этот момент вот видите вот какие поля лугат прилетели в этом не заметили что забор есть это вот конечно мне больше нравится глупейшие проекты потому что уборе уборе у бориса михаемова замечательный проект был сделан еще какие-то годы в конце советской желки это 80-е типа и концепт о том что забор это явление это явление соц соцпространство страны где но у них создание города в голове что в иностранца типа зеленью перегорожены там травка и всего забор отгораживать нечего но забор не забыть давайте я обращаю внимание что есть участки которые просто зелень иногда высшего забора ну то есть там но и забор ваша зима нет имеется дом этот какого сорняки выше забора да то есть там никто давно не они лежат за одну забор стать забор да я огородился участник за болезнь ты да я вот я герга первая эмоция приехал там ваня декович на бок отстан на николь на горе приехал туда мига вами меня просто все колотится внутри ну это еще черт знает какие-то давние годы время просто кому за что такое даже за энергии эти заборами я бы похвалил потому что небольшой не был скромный так сравните да так как у него ничего если тебе предложат сделать любой перформанс в любом городе какой город ты выберешь и что это будет за перформанс вот сейчас так мало стало перформанс да какой город ухи мою знаешь вот мы чаще наверно всего у меня было больше проектов в австрии в град вене много очень бумаги там большое количество фан-клуб целый и и очень многое отсняла там перфомансов уличных наверное я бы сделал в вене наверное просто для меня это почту очень знак у меня там фан-клуб был очень большой и много в австрии и вене художников которые были там видео артом занимались потом перешли на какие такие видео с элементами одежды стали шить какие-то там абсолютно классные там одна из них счет только модели и моду как бы моду на на коле у нее на коленики туда крепит куклы к найдет куклы тоже идут на ногах это и такая фишка появилась но концептуально это шли к одежде но на все с мусора тоже конечно вене отдал бы наверно хотя он был много перформанса в берлине но они были другие вот с одежды через одежду как раз вене было много но какой бы какой бы потому что один из моих любимых там перформансов которые я там мама по два или три раза показал конце это миру мир это где история звучит как от начала двадцатого века до конца жили как двадцатый век в нем рыбать сражается все то есть войны происходят в разных даже не странных скажем на земле где бы я просто ответил пострадает божественная природа эти воины как бы которые не считал никто себя виноватыми то каждый из них борется за свое право своего государства защитить его тот большевизма тот говнизма тот фашизма и все не виноваты сражать сражается а страдает как бы типа ну земля природа лес реки моря и этот профессор назначен но он очень монументально пошли там я считаю с каждым выходом каждый мистом первая мировой на мисс финская и многие не знаю что филе один наши души люди утром сражались или мы где-то были там японская испанская в конце греш сколько погибло людей людей просто челюсть там все знают первую и вторую там и даже по-граждански можно говорить а когда ты говоришь и там диктор таким голосом заговорит о том что час выйдет мисс 1 там мисс 2 мисс финская и як выпускаю в страшных масках с протезами с костылями но у всех типа крем пленовое платье яркие черного с маленькими цветочками последние с белыми огромными с большими розовыми цветами где ткань для наших дизайнер производились для фабрик производили в японии что-то технолог уже где-то венгрии где-то что-то не угон он придуман был в лондоне и я этим проектом горжусь что тут и кроме исследования он монументальный он говорит другой стороны про то что собрал импери вещах конечно я бы показывал импери вещах я бы показывал там в театрах в этом но он очень большой 12 историй это маленький перформанс говорит который говорит то о большой проблеме и об этом то что сейчас не заканчивается не происходит где в первом отделении все мочатся там с бедскими оружием и бегать стреляют на подках вот людей как собак им все лают все кувыркается куда стрелять а во втором выход вот этот боль где все узнают что сколько погибло сколько пострадала и для меня это важный как бы парфонс который только два раза показала а он фундаментальный монументальный который можно провести даже по всем этим там и в сирию свозить и и враг где все это там все мощности стреляют что все посмотри где дебилы до что что происходит кувыркается со стороны посмотреть и на со мной сейчас там кривое оружие стреляешь вот отсюда попадает туда это израильский дать придумали это еще кранты зеркальство наводит я вот этот вот проект бояба с гордостью показывал бы всю свою жизнь пока войны не закончится пока я типа не откинуть как бы потому что он он не клоунский он нас сущным как бы такой м1 пис короче путили результат как путь или результат ну ты знаешь как бы результат через путь я бы сказал что интереснее звучит ну конечно вну это в первом вопросе практически начал конечно мне важно не обосраться в этом пути каждое то есть уже результат то что я все говорю вот не сделал бы то что потом придут и на могилке на сути погреб голова староженькая типа что петлюра говно творить пусть это и получает и конечно даже в конце пути я уже детей заставлять делать сделать какой-то результат типа типа завещанием уже завещать его мой прах типа разнести развести по центрам соревнования искусства и в туалете чего в каждом на дергать из от фотографировать и как бы это итогово к но но это только после того как бортки установят прозрачные прозрачные фаянцевые друзья кстати у тебя хорошая коллекция у не унитазов и вот но не лишь половину как бы не знаком по дороге ехал брал и как ци . 3 или они ну как бы один саши кайдановского которые ходили все то голубой как россии не потому что 80 была мода и там после всяких съемок спектаклей за у квартиры из квартиры которая пивова поварском не поварской до с этой квартиры они потом стали строить в успенском как раз дачу я просто думал ты знаком был старковским нет нет это когда у нас куда писали наташка носки год то не тазик очень туда всех они лепесток русские все актеры которые приезжали с фильм особенно с учитью жить туда году прекрасный тип одно только он лопнул огромник как разница там пошла набилось много отложения кальция еще мочей типа и саша пытался почистить и разбил стоит как бы словно мэть а последний это с дк петлюра где входили все там ливер стону роберт вилсон гринвей кто бы у него в этом в подвале все туда ходили пописать в туалет моментом стояла его привез работать я даже не стала ставить сюда чтоб не продолжать это чтобы он был знаешь неким таким в стиле дадаистскому типа артефакт такой вот а кстати откуда у тебя это любовь к унитазу а я же объявил что художник дерматолог да да вот и я думаю унитаз еду не то стоит возьму и в цветочки посажу не 2 3 потом я увидел какие-то проекты где этот человек сделал из унитаза вот такой типа маленький фонтанчик но это увидел год назад и где-то понята подается верхний по бокам так течет циркулирует я удивляюсь почему винзавод отказался от проекта бросков броски придумал на винзаводе все прозрачные прозрачные трубы прозрачный унитаз прозрачные писсуары то есть чтобы все было видно и и пол прозрачный то есть вообще все было видно ну ну тоже как бы существующего архитектуре как бы когда прозрачный пол под ним рыбки это очень как шатает караулу тут идешь а здесь есть как раз не космонавтики лежат на складе прозрачные трубы не знаю для чего не пользовались я каждому блин сделать бы мне тоже кажется прижал и там поворотники углы соединения то есть трубы не знаю что они в ней предполагалось делать из них на такой не темно такой средне-зеленый такой стекло плотно и вот эти вот трубы ну блин если там сторожами узнать окупить нельзя про это это никому не то не забывал потом еще вспомнил ты рассказал про этот проект саша тоже любит наблюдать смотреть везде он любит и старого какой за отхода не очень нравится брать для абсолютно это за родной близкий человек скажем да три любимых художника и три любимых дизайнера вообще любых три любимых художников и и мои тут их миллионы прям ну ладно триллионы но три любимых не и мои ну какие тебе нравится художе ну скажем скажем мне мне нравится вообще как бы периодально и каждый мне нравится и и графика дюрера безумная в не влюблен как бы мне нравится когда с ума сошел гая его вот сумасшедшие как бы собрать по конечно мне и фишки прыгали боск нравится конечно мне пикассо я не знаю это труд ска 33 любимых могу туда отнести и бродского могу туда и назвать же как и архитекторами личностью многопланово я могу ну пусть вот первый там в голову влетел это много но это невозможно как бы любить трех самый любимых ну пусть ладно дизайнера дизайнеров первый кто меня произвел конечно впечатление сильно в год сейчас готе шан-поль потом на меня конечно тройка бельгийская очень понравилось как они вышли как адрес на рисунок на рисунок и на этот все они они когда пацанами студенты перехали москву я ходил на тишинский рынок покупал мы ему заставлял купить покупать советские пальто вот эти скарапаны воротниками тут же мы выходили с помощью комиссионки вырывать ну первое вообще даже 80 каком-то мне по карабан подарил украшения так у своих первых железок таких болтов он такой но я не сильно наблюдая за их ним движением там так безумно конечно и kenzo нравится и все нравятся корову но я не не сильно у меня больше художников бы миллионы мы бы называть за этим следить особо и японцы мне нравится и я просто зато и не покупаю мне или дарят или там и молодые там брендов много там марси буку мяу мяу там все эти пук-пук все это здорово семья дарят то я ношу не дарит и он сандали хожу 60-х годами это штырит как бы старые штаны как-нибудь футболку дочь который выкинула люблю я когда знаешь было интересно когда там ходил во все там старье там 80-х годы либо стал ходить там нашел в париже свитрок такой кашмировый классный нахожу в париже к валяться весь погрызенный море кто-то выкинул я его делаю так долго не сама уходи по всей москве и каждый раз на любую позицию когда в старом я приезжал там в старых пальто там восемнадцатого года с плюшем подкладками или там десятого года типа как у директора цирка в папахе старой и приезжал домой себе в деревне еще лет ну как странно ну ты же за границу постоянно ездишь хочу что не оденешься нормально это точно в когда уже в драных этих свитерах вещах ходила все слушаю учете вещей нету нормальных учет и хуйнику нацепил а когда стали уже все ходить драным рваном я сразу перестала не хожу хожу местки свитером улю поедем примешь типа я не свяжу сзади и на дизайнер я я все-таки в человеческих отходах больше живут того вещи это бытовая миха луна мифология в которой гасится на страх времени и смерти это бодриар хорошо да прокомментируй пожалуйста может быть добавь к этой мысли и как раз таки в контексте до твоей истории встретил вот эту фразу бодриара в которой в общем очень глубоко зашито смысловая нагрузка вообще дизайна как такового то есть и отношение к человеку к дизайну не я понял сюда я я практически всю дорогу примерно вокруг этого рассказа как бы то что отходы вот эти человеческие что когда мне был конфликт там даже с моей женой который там полезно дизайнерский бизнес и стала стали валить там мы мастерской на мои старые вещи шляпы на какие-то ящики с этим дизайнерскими вещами японскими или учу вы творите на говно твои поставили там без ушали завтра вот это ваша фигня будет говном да будут говном тоже даст совсем гурбут говно буду по мусор будет валяться на тенька мне нужен человек она будет это знаешь какие дорогие вещи у нас силуэта поменяется никто и будто си дорога недорогая люди которые деньги следят за силуэтами следят за этим завтра это будет конечно валяться у меня так она получилась те вещи там уже валяется уже не интересные какая разница дизайнер тот же жан-полька те когда нашел поединой молю вижу он только мне пригодился выбросили на помойку знаешь как в анекдоте примерно типа плывет апельсинчик по воде и мимо него проплывает какашка он говорит апельсин смеется вовсю под караул бальтыхается ножки переворачиваю там ручки радость бешеный как кажется к спокойно вид смесь я смесь я вчера тоже был мандаринчик вот я не как в общем знаешь не страдаю не не пою не вижу не плачу но человеческие отходы в общем загрузах загруз загруз на каких здесь не знаешь сколько тут одежды чистой постиранная раньше в европе столько сейчас и в москве также нахожу он одевают своего как бы моего друга отца на среде но ничего не покупать он привожу пуховой куртки классные костюмы кучу пачки мы таким привожу отдаю соседки он вики она раздает здесь или пяну таким бедненьким либо пьющим бедненьким местным либо дает куда-то вещи замечательно крутые ну и у меня нет к этому накопительности я просто ту историю кого сохранил с которой страдают на самом деле то поедание мы уже говорил про это еще раз это страшное выдание поедания книжку почитал а тут недочитанной истории не не прочитана книга в которой до сих пор или даже если прочитал мне страшно тогда сжечь эту книгу вот мы когда позавчера дита на мушке там горы книг классика просто связаны это вот это меня будет сильнее ударило к бывшим книгу выкинуть раньше люди не смелились как дубленку кожаную куртку или пиджак во что деньги и книги горы ценности видоизмененные саша на каких трех китах базируется творческая жизнь твоя моя до 4 и и моя но да ну конечно надо то любовь которая получила от родителей наверное то любовь которая получает близких рядом по ходу жизни и наверное самое главное так как в этом фильме что самого на земле это жизнь то есть жизнь но надо вот желание не ну достойно как бы вот этот третий кит главный чтобы ну смысл ответ что вот она у каждого есть чтобы оставить свой след значит зачем ты живешь не либо даже у того же преступника либо у чикатило наверно был наверно ручок и свой почек чтобы его запомнили чикатило и фильм сейчас сняли но у него не было в этом такого наверно как у меня смысл у нас расходится с минуту здесь тоже может сказать если приходить тому что любой даже как это известный либо неизвестный факт для фактор то есть он ради чего-то человек убил там три чек к норвежскому когда закосил теперь он в книге почетной книги джек-джек потрошитель вошел со своей истории до кабаков кирачит тонны картин чтоб осталось много кабакова было не качество количество количество но он уже в истории твоему бояться ничего того где-то не страдаю все горю чего вы хотите там от жизни от этого своего творческого пути игру себя беру памятник на родине и табличка на домике где жил а я тоже во многих местах табличка много за болотский год пожил в тарусе табличка висит от того я 33 хватит уже до 3 почему сейчас так мало акционизма и куда он трансформировался и и что-то куда он трансформировался акционизм акционизма те кто на цинизме да я и говорил недавно когда что это вот главный такой простой шаг включил камеру задушил девочку там и все и уже все знают говорят с ним даже не то что знают обсуждают говорят а как раз это вот наверное необъяснимо чувствовать и а там значит как там от вина ли до чего-то там нет от компота дренер как забыл там один шаг так здесь тоже самое вот от от этого состояния наверно безумного мальчика который радовался потом обосрался когда уже и понял что у него жизнь уничтожил жизнь вот этим маленьким циничным поступком или всю ночь там душу девочку и на символ мы потом описывал там показывал в интернет выкладываем туда пиздец это это сверх цинизм все тут все кто может сыграть петлю в кино до по кастинку найдены конечно новый актер сложно это переиграет это она больше больше личность отобрана режиссером типа как вася ну художника играл африка я тоже проходил варианту салавио типа что может я сыграл бы но я казался чуть-чуть уже пережатый в острове вот чаще ну кто тебя могут уже в кино не знаю без понятия когда к этим этичная личность похоже как сильно петлю похоже там вот не знаю не знаю херен и последний сашу кто что тебя вдохновляет в россии но сказать все это было уже конкретно я как в песне да вижу чудно при воле вижу не выпали это русская раздоль это родину но я бы не сказал что масштаб я очень переживаю из детства переживал не знаю откуда-то у меня переживание что русские жадно не могут отдать ту землю кусок земли той кусок земли нахапались а наверное ну вот то передам не корневая или какой-то любовь которую мне казалось что вот стыкаться нет более бодрых и веселых и таких вот позитивных людей типа как русский вот и мне кажется что это вот нам это как бы вот этим вот ветрами там ощущение этой безумной как будет чувство да вот мы русские вот эта гордость даже футбол смотришь как русские герои играть или за кого болеешь типа машину дочь которая гражданка швеции напомню я буду за швед говорю конечно за русских ну ты чё конечно за русских всякий ровый футбол на русский ну ты понял я здесь даже за кирова футбол за за русских бегут выженец я знаю что норвежцы прибегут и все переживать за наших учиться на кем не старались на общем мировой спорт и чё там догону странно вот это вот как это спасибо тебе большое мне за друзья подписывайтесь на канал да кстати лайки пишите свои комментарии до новых встреч да спасибо